Всем привет, друзья! С вами Егор Иерушин с наступившим вас 2022 годом. Это первый ролик в этом году, и я надеюсь, что в этом году я буду записывать их чуть чаще, чем в прошлом. Из-за этого я решил даже вернуться к не столь любимым мною реакциям, поэтому сегодня мы будем смотреть, и я буду реагировать на новый клип группы Falling in Reverse под названием Zombified. Вы очень много писали мне про этот клип, говорили мне о том, что мне нужно срочно его посмотреть, и, собственно, я делаю то, что вы меня просили. Как вы знаете, Falling in Reverse я очень сильно люблю, более того, по сносочке вы можете посмотреть мой топ-10 их треков. Забегая вперед, скажу, что Popular Monster, их предыдущий сингл на данный момент, является, по моему скромному мнению, их самым топовым треком, поэтому переплюнуть его будет, конечно же, нелегко. Спонсора у этого ролика нету, однако есть две вещи, которые я хотел бы вам сказать. Первое, я хотел бы напомнить, что наш Мерс сейчас отправляется из Москвы, поэтому по всей России, а также Беларуси и, мне кажется, даже Украине он доходит достаточно быстро. По ссылке в описании вы можете заказать любую из футболок, цены от 1000 до 1200 рублей. Более того, даже те люди, которые собираются на наших январских концертах купить себе эти футболки, вполне возможно, что размеров уже не будет, потому что они, правда, очень быстро продаются. Поэтому, если у вас есть вариант, покупайте их сейчас, для того, чтобы потом не получилось так, что вы придете на концерт, а футболок не будет. Это первое. Второе. 4 февраля выйдет, наконец-то, долгожданный вами новый сингл моей второй группы Best Watching Me. Под названием Losing выйдет он вместе с клипом, и я хотел бы попросить вас подписаться как в ВКонтакте, так и в Инстаграме. Как только в Инстаграме будет полторы тысячи подписчиков, я покажу вам тизер этого клипа. От меня это все. Я надеюсь, что вы ждете этого так же, как и я. Так, в общем, клип я еще не смотрел. В первый раз я буду смотреть его с вами. И я сразу хотел бы сказать, что в финальном своем ролике я буду вырезать кусочки, потому что иначе этот ролик вам не покажется. Так было с клипом Тиля Линдемана. Я вставил туда полностью свою реакцию на весь клип. Из-за этого мне прилетел страйк по копирайту. Сейчас это видео посмотреть невозможно, поэтому уж извиняйте. Сначала послушайте трек и посмотрите клип, а потом уже смотрите мою реакцию. Ладно, погнали. Так, похоже на какой-то город. Даже это не компьютерная графика, судя по всему. Даже практические эффекты используются. Классно, конечно. Видно, что высокобюджетно все это сделано. Так, зомбари пошли. Пока что это даже чем-то напоминает их старый материал с первых двух или трех альбомов. О, да. Очень похоже. То есть они вернулись немножко к таким глэмовым штукам с прошлого. Ага. Грим классно очень сделанный. Ну, мне очень нравится. Припев эпичный. Чем-то напоминает мне drugs. Судя по всему, это еще и социальные комментарии, что касается там социальных сетей. Еще мне напоминает Папа Роуч, парадоксально чем-то. Ну, да, конечно. Welcome to America. То есть однозначно это какой-то социальный комментарий. Эти бриджи такие полу-рэп. Вот это мне, пожалуй, больше всего напоминает Папа Роуч. Судя по тексту, из того, что я слышу, параллель проводится почему-то так, что люди, которые занимаются RGV-повесточкой, они как будто зомбируют нас всех этой самой повесточкой. Интересный подход, да. Брейк пойдет. Ну, да, это похоже на то, что было в Popular Monsters, да. Видимо, популярность этого трека научила их чему-то. Немножко еще Slip Note напоминает, кстати, вот именно тип брейка. Опять на опущенных вот этих вот... На опущенных. Ну, в смысле, опущен строй. Классно. Вот дроп-педаль, конечно, помогает брейкам звучать еще более сочно. Это очень качает, конечно, да. Прикольно, прикольно. То есть и пришельцы, и зомби, и какой-то что-то вроде Годзиллы, не знаю, дракона вылезла из-под земли. Очень круто. И очень интересно, кто это снимал. А, и все, да, понятно. Очень классно, очень классно. Мне очень понравилось. Ой, я смотрю, что режиссер-то Ножичкин, который Шафару клипы снимал. Вообще прикол. Наши люди в Голливуде, так сказать. Ну да, вот я читаю текст, и, конечно, это действительно социальные комментарии. Что я с музыкальной точки зрения могу сказать? Ну, я бы не сказал, наверное, что это круче, чем Popular Monster, но просто потому, что это трек, который поднял группу просто на какой-то новый для них уровень. Но это, типа, очень крутая работа. Насколько я понял, Fallen in Reverse полностью отошли от формата длинных релизов, то есть EP или там альбомов, и выпускают исключительно синглы сейчас. Я понимаю, с чем это связано, я часто говорю про то, что Spotify и прочие площадки, плейлистинг, они как бы заставляют музыкантов, в том числе меня, выпускать все именно так. Но это круто, и с такой группой, у которой такой большой following, как, собственно, Fallen in Reverse, или там Bringee, или там Asking Alexandria и так далее, они все могут выпускать треки вот так, потому что слушатели подождут. Да, слушатели некоторые пердят, потому что им не хочется ждать, им хочется сразу много песен, да еще и, пожалуйста, чтобы альбомы выходили каждую неделю, но это невозможно. Поэтому, конечно, выгоднее выпускать релизы вот так вот по синглам. Особенно это, кстати, помогает собственному такому фильтру, для того, чтобы не было филлеров вообще никаких, потому что, ну, филлер не может стать синглом популярным. Короче, мне очень понравилось, я однозначно ставлю палец вверх, напишите, что вы думаете по поводу этого трека в комментариях под этим роликом. Ставьте пальцы вверх, если вы хотите, чтобы я, собственно, выпускал больше роликов, проходите по ссылкам, покупайте Merchago. Увидимся с вами в самое ближайшее время, напишите, кстати, в комментариях, о чем вы еще хотели бы посмотреть ролики в ближайшее время. С вами был Игорь Ирушин, пока!